Рамзан Ахматович Кадыров, президент России. И публикация видео, на котором его 15-летний сын избивает Никиту Журавеля, обвиняемого в сожжении Корана. Начало его президентской кампании, которая завершится победой. А совсем не пиар-ход на фоне слухов о плохом состоянии здоровья Рамзана Кадырова. Давайте поговорим сегодня об этом. Всем привет, это Сергей Смирнов. Вы на канале Медиазоны, как обычно, истории недели. Лайки, комментарии, подписки на канал. Все это, как обычно, максимально приветствуется. А мы начинаем. Честно признаюсь, трудно было пройти мимо такого события, как то самое видео Рамзана Кадырова, на котором его 15-летний сын избивает обвиняемого в сожжении Корана. Информация об избиении, вообще-то, была давно известна. Об этом, к примеру, сообщала генерал-омбудсмен полиции Москалькова. Но визуальный эффект, очевидно, был огромным. Давайте сразу начнем с простого ответа на вопрос, почему это видео появилось именно сейчас. С этим все довольно просто. Целую неделю обсуждали здоровье Рамзана Кадырова. Слухи то ли о его тяжелой болезни, то ли о его смерти или там, что он при смерти. Вообще, с учетом современной медицины, даже в сложных состояниях, представители элиты, ну, такие, как Рамзан Кадыров, могут жить очень долго. Всем оптимистам стоит об этом помнить. Но все равно обсуждение было очень широким. А поделки команды Кадырова с публикацией разных, не очень хорошо смонтированных видео, мягко скажу, да, никого не убедили в том, что с Рамзаном Кадыровым все очень хорошо. Кстати, мы так и не узнали о состоянии здоровья Рамзана Кадырова. Несмотря на публикацию в видео, несмотря на 40-минутный разговор про орешки Кишью с Ксенией Собчак, но все-таки ролик не об этом. 15-летний сын Кадырова Адам на камеру избивает обвиняемого. И вы знаете, вообще нет никаких сомнений, что это избиение было санкционировано российскими федеральными властями. Такое решение было принято еще в мае 2023 года. В избиении Никиты Журавля приняли участие, например, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Именно по его поручению дело о сожжении Корана было передано из Волгограда в Чеченскую республику. Какие были для этого основания? Да вот такие, чтобы было удобнее избивать обвиняемого. То есть Бастрыкин буквально передал обвиняемого для избиения в Чечню. Но не только Бастрыкин. К примеру, его поддержал министр юстиции Константин Чуйченко. Цитата. «Считаем необходимым и правильным после вынесения приговора направить лицо, совершившее преступление, отбывать наказание в одно из исправительных учреждений, расположенное в регионе с преимущественно мусульманским населением. Это будет способствовать уважению к религии и религиозным чувствам верующих в нашей многонациональной и многоконфессиональной стране». Конец цитаты. «Просто хочу отметить, что два человека, называющих себя юристами и занимающих высокие должности, демонстрируют полное пренебрежение правов. Но и зафиксировал положение сам президент Владимир Путин. Как бы гарант, как бы конституция. Он поддержал министра юстиции и подтвердил, что наказание обвиняемой должно отбывать в мусульманском регионе». «Также, как мы поручили расследовать преступление, связанное с публичным уничтожением Корана, поручили расследовать это Следственному комитету Чечни. И отбывать наказание будут, как было заявлено министром юстиции, в местах лишения свободы, расположенных в одном из регионов Российской Федерации, с преимущественным мусульманским населением». То есть этот человек, который должен гарантировать права каждого гражданина России, в данном случае намеренно создает для обвиняемого, ну и в будущем мы теперь это понимаем, 100% осужденного человека, опасную и рискованную для жизни ситуацию. Вообще говорить о будущем отбытия наказания, как это вяжется с излюбленной мантрой Путина о том, что он не может вмешиваться в решение судебной системы. Помните, Путин очень смешно врал об этом? Десятилетиями. Но давайте вернемся к обоснованию избиения и внимательно прочитаем, что именно написал Рамзан Кадыров или его пиарщики. В посте Рамзан Кадыров дважды одобряет поведение своего сына Адама, который избивает безоружного человека, не имеющего никакой возможности ответить. И напоминает, что, цитата, «его всегда отличало желание расти не среди сверстников, а среди более старших, благодаря чему у него формируются взрослые идеалы чести, достоинства и защиты своей религии». Рамзан про Адама. Но почему ему некомфортно среди сверстников, понятно. Когда его сверстник на ринге откровенно побеждал Адама, судья, видимо, испугавшись до ужаса, остановил бой и объявил Адама победителем. Рефери поединка Беслан Кукаев восстановил бой на 50-й секунде второго раунда ввиду отказа синего угла от продолжения поединка. Победу техническим нокаутом одержал и остается непобежденным Адам Кадыров! Но вот на следующие слова я бы обратил более пристальное внимание. Еще одна цитата Рамзана Кадырова. «Низкие поступки посягательства на святое присущи только людям, циничным, аморальным, бесхребетным и продажным, желающим внести разлад в общество, которое наше государство растит в идеалах толерантности, терпимости и любви друг к другу». Эти мрази не понимают языка убеждения, не хотят строить государство, развивать его. Разве это не похоже на политическую программу? Давайте напомним. Вообще в России нет политики. К примеру, вот вы точно хорошо помните, что у нас в следующем году президентские выборы? Может, наблюдаете какие-то признаки президентской кампании? Кандидаты обнародуют свои программы, встречаются с избирателями, рейтинги там? Ладно, но может быть, хотя бы политические партии определились с кандидатами? Пока известно, что в выборах будет принимать участие Владимир Путин, ну и, вероятно, голограммы Жириновского от ЛДПР. Остальные? Конкуренция на выборах, кстати, рассматривается как некий необходимый элемент путинского авторитаризма. Нет, ну, понятно, что это нереальная конкуренция, видимость. Но все равно Кремль будет подбирать каких-то удобных для Путина конкурентов. К примеру, престарелого Зюганова, голограмму Жириновского. Ну, вроде как, кого-то надо от либералов. Недавно ведомости писали про вариант с Венедиктовым. Честно говоря, я в него не верю, но это было бы, конечно, изящно. То есть в администрации президента точно понимают, кто не будет возмущаться по поводу электронного голосования. Опять же, Ксения Собчак есть, Григорий Явлинский. Но, повторю, ни один из кандидатов пока не ведет никакой кампании. А вот Рамзан Кадыров, как мы видим, активно ведет. Может быть, он планирует участвовать в выборах? А что? Вполне изящный ход. Например, его сын каждый день на камеру кого-то избивает. Мало ли в стране заключенных. А Рамзан обещает наказывать мразей. Опять же, сотни Бентли на предвыборных митингах. Представляете, как выигрышно будет смотреться Владимир Путин? Последний европеец в стране. А что же в таком случае надо будет делать оппозиции? Ну, вот Максим Кац предлагает пойти и проголосовать против Путин. Ну, давайте представим, что в итоге никакого либерала не выдвигают. Есть только Путин, Рамзан Кадыров и голограммы Жириновского. Ну что, за голограмму будем голосовать? Мы за бедных, мы за мертвых? А что, если Рамзан Кадыров даже не конкурент Владимира Путина, а его прямой наследник? Представляете себе, Владимир Путин на Новый год выходит и говорит, я устал, я ухожу. Вот вам Рамзан, он будет бороться за толерантность со всякими мразями. Ну да, ничего нового по идее-то. По этому чудовищному видео мы не узнали. Про избиение было известно. Рамзан пытается всеми силами показать, что он здоровый, что он очень страшный. Но давайте так, посмотрим на эту ситуацию глубже. Она же гораздо страшнее государства. Это теперь Рамзан Кадыров и его сын Адам. Как бы ни пытались это отрицать те, кто поддерживает войну в Украине. Да, вот все псевдопатриоты, они воюют за Рамзана Кадырова и его сына. За избиение, за кавалькады Бентли. Кто это еще не понял, тот поймет. Но будет уже поздно. Как обычно, в конце ролика подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До следующей недели. И не забудьте проголосовать на президентских выборах за конкурента Владимира Путина. Я думаю, скорее всего, это всем очень сильно поможет.